Welcome, 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 Gambit TV. Вчера у нас не очень удачная была трансляция. На Gambit TV произошли поломки, а в джунглях произошли поломки с удирской стороны. Вы помните это. Но сегодня с казической уже стороны все было отлично. Кстати, нам сравнивают Evelyn Lissin, Evelyn Lissin, Cianida и Diamond. Довольно схожие показатели, кроме того, что Participation чуть выше у Cianida. Но он и умирал больше, 74 смерти. Посмотрим, на ком сегодня Diamond будет играть в этом матче. Gambit TV на синей стороне. Кашляет за кадром Manya. В кадре. В кадре все же? Я все в кадре делаю. Охо-хо. Так, круговые ставки. Что там по голосованию? А, да, я, кстати, не проголосовал сам. 76% за Gambit. 24% за фанат. Я за непонятную команду FNTAIK. За FNTAIK 35 всего человек голосовало. Что за? Какие вы слабые. Не собрал кворум наше голосование. Поэтому его можно считать нелегитимным. Но Крым все равно перешел в Россию. Ничего не сделать. Можно считать что угодно. Легитимным, легитимным. Сейчас посмотрим, что вам Gambit покажут. Пошли пики-баны. И это будет пик. Кейтлин. Бам. Минус Эвелинка. Они хотят что-то забрать на фирс пике, но не хотят, что Прекласс взял Кейтлин. План такой. Да, Грагаса пики. Пики умеют делать. Бочка ульт. Бочка ульт. Могила вот. Прям как хай. Минус Казикс фанатики сделали. Они работают по Даймонду. И Даймонд уже потирает руки, думает. Ну это Удир, ребят. Ну Удир же. Удир. Алексей говорит, Лисе набери. Он говорит, не, ну Удир. Там Экспеки тоже что-то предполагает. Думают банно. Адамо Генжи все равно. Он такой. Зефир или Инфинити? Что ты, верно, эконом? Зефир или Инфинити? А Эдвард? Банит ли Бланку? Опять банерку. Кстати, непонятно, Каут или Экспеки, или Соло за него брали. Могут играть. Ну, Суаз пока не очень хорошо. Он в этом сезоне на ней отыграл на топе. Могут. И Лулу. Последний бан. Что остается? Лисин. Остается Ксин. Остается Удюр. Удюр. А, это Лисин. Конечно же. Из всех трех, по-моему, самый лучший вариант – это Лисина брать. Фанатики должны были быть готовы к этому. Лисину. Ну, они побанили двух других джанглеров. А Цианиду, ну, остается только Лис брать. Но можно сейчас не взять ее, а взять, допустим, полностью бот-лейн-комбо. Есть трэш, все еще открытый, есть карма. Либо забирать какого-то мидера, чтобы Алексеевичу кто-то не достался. Ну, не знаю. Ну, Нидали. Серьезно? Да нет. Не так. Я просто думал, что я отстаю. Нидали сегодня, Алексеевич играл. Отыграл нормально. Правда, как бы он не смог раскрыться, так как до лайтгейма они так и не дошли. Но джекпот Алексеевич сделал. Ну, там раскрылся Даймонд по Хазиксе. Угу. В этой реке. Смог. Смог. И, да, Элис и Обама. А Гамбиты поглядывают на героев. А нет, забирают Нидали к спеке. А, ну, промотай на лайф у меня, потому что Нидали уже взята с Люцианом и Гамбиты, там уже даже Акалия посматривали. Там уже Леоны и Зигуля. Пока Леоны и Зигуля. Но нужен врыв, это понятно. Нельзя Нидали позволять полкать. Нужен жесткий врыватель, трэш уже не годится, карма не годится, Райс мне не нравится. Он не сможет фалловить Леону, так как хотелось бы. Джай и Грагас они сами забанили, но взяли Райзес. Сижал. Да, у Числиона тут напрашивается Моргана, на самом деле, на Ботвейн. Пока что. Ну, в принципе, против, да, против Леон. А, ну, она вообще напрашивается Моргана, на самом деле. Фанатик, не знаю, по-сому, еще что-нибудь возьмут. И не надо нам ренингтонов, нужен какой-то врыватель. Элиза. Да, все-таки Элис. Рекласс, для него уже взяли героя, но я думаю, Моргана. А, да, Моргана. Ну, фанатикам нужно, что еще, топ-лэй у них остался. Не переигрывают пока Гамбиты на пиках фанатиков. Более того, фанатики выбирают более лучших героев каждый раз. То есть, вроде мы все делаем правильно, но отстаем постоянно на героях. Еще ласт пик остается за фанатиками. Ну, только Лесина выиграли этой синей стороной, получается. Гамбит, ты, кстати, заметил очень часто на стадии пиков. Не самые удачные решения делают. Пытается как-то заутплеить. Это что такое? Да, что это, по-моему. Эдвард любит. Показать что-нибудь. Взять другое. Что им надо? Как-нибудь Шивана на топ-лэйне. Гамбит там. Ну, Леник Оппен, конечно, Леник побеждает всех. Нет, 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 нет. Я не хочу еще раз видеть этого Райза. Вот этого Райза я не хочу видеть. Ему не идет. Ему Райза вообще не идет. Синий цвет не глазам Дарья, но не подходит, ребят. Северка, да, бюро. Это хороший пик. Врыв есть. Но только не Райза. Да, ну это просто Райза. А, и все-таки это соло топ-райза от Дарьяна в очередной раз сейчас. Ну, может, он в этой игре нам покажет, конечно. Она раскроется. Он сегодня чуть было не закрыл, а сразу командовал. То есть, Дарьяна, по-моему, реально, ему нельзя для таких героев, которые не шибко танковые. Не шибко. Ну, может быть, мы ошибаемся. Будем надеяться, что мы ошибаемся. У Гамбитов реальный такой кулак врывательный. А у фанатиков, в общем-то, кого бы они сейчас не пикнули, им ничего не поможет уже. Да не особо убегательный. Тут только Моргана может помочь им. Ну, вот сейчас Гамбитов самое главное, это не проиграть early game, не дать фанатикам задоминировать, заставить их здесь под вышками. Ну, раз опять все выглядело. И Юрик. Юрик кивает, кивает, кивает головой и выбирает... Юрик выбирает, по-моему. Юрик. Да, слушай, Юрик. Лакин. А был ли Юрик вообще на ЛКСе в этом сезоне? Не удивлюсь, что не было. Тогда это будет 90-й герой как раз. Я сегодня думаю, что Blitzkrank 90-й герой, но... Да, не пикали. First pick. В 107 играх никогда не пикали. И вот он, Юрик. Против Фрайза. И опять он и берет Игнать. Да что с ней не так? Ну, все берут телепорт. Возьми ты телепорт. Клинс, кстати, взял экспеки, чтобы его не законтролили. Именно вот Клинс мог спасти Фрогена вчера, если бы он на Кайлу взял Клинс против Леоны. Потому что когда они выигрывали ту стадию игры, в которой Кайла была очень сильная и могла сноуболить, именно две ульты от Inrated, по-моему, тогда в него кидал ульты. Или Ниф. Не, Ниф был на... Нет, я не помню. Ну, в общем, саппорт какой-то команды. В них в Фрогена попал две ульты подряд Леоны. И это решало просто исход игры полностью. Потому что весь сноубол заканчивался тем, что они теряли своего мейдера и приходилось отступать на этом объект потеря. Ну и в лейт добралась команда оппонентов в прошлой игре. Ну я просто сейчас... Почему Клинс вдруг берет Нидали? Это не против Зигса. Это все против одной только Леоны. Да, ну Нидали к тому же надо убегать и продолжать кидать копии. Убегать и кидать копии. Но если его залочит, то она сразу же умирает. Но просто в том же, как он будет быстро реагировать на Клинс, на Станы. Да, Леона один из таких героев, который может заставить совершить ошибку Клинсову оппонента. Потому что ты видишь, как в тебя ульта точно уже попадает. И ты можешь прожить Клинс чуть раньше, чем даже Стан упадет на тебя. Ну потому что анимация еще не долетит, а ты уже тупанешь, нажмешь Клинсову. Что там по времени? 15 секунд, 16, 17, 18. Райзер, райзер, телепортил Дарьян! Да ездишь! Уговорила его команда, наверное, ругались матом. Возможно, даже били его. А возможно, кто-то встал и за него взял саму нюш спелы. И он говорит, блин, я Ignite брал, а тут... Ignite брал, точно Ignite брал? Ignite брал. Ну ладно, если что, РМК потом сделаем, если вы проиграете. Все, я пошел. Вы готовы? То РМК сделаем. Другой момент. А, ну ладно, тогда ладно. Ой, мы проиграли, давайте РМК. По сути, в игре с Капом так и было. Подошел к Кевину, Кевин ему все объяснил. Нет, нет, Фредди там был. Кайф еще. А Фредди, да, точно. Все ему объяснили. Кевин был. Так, так, под расписку, что ты брал Ignite. Давай. Нет, под расписку я не пойду. У меня паспорта нет с собой. Так, у него паспорта нет с собой. Где тут таможня? Депортировать. Депортировать. Даймон так смотрит. О, боже, что у него? О, боже, посмотрите. О, боже. Неужели это у него? О, боже, как же он достал уже, а? С своим райзом. Да нет, там скорее, о боже, что же это такое? Так, все нормально, да, все нормально. Не разрешаю обращаться с фанатиками, они молчат. Грустные фанатики молчат. Что у нас с чатиками? Смог вид every day sky с ошибкой написал. Но умудрился даже в этом немногословном предложении на английском языке совершить ошибку. Ну, в школу же не ходит, спит. На ноуте совершаются ошибки. Конечно. Буковка Е и буковка А очень близко друг к другу. Ну, там очень-очень странная клавиатура. Тух, первый спел не попал. Начинался ультра-рэпид-файр на миде. Кстати, а что вы вчера не было три играли в Трэпид-файр? Я тоже не знаю. Это было весной. В интернете среди матча, да, я на кнопки потыкаю. Да, да, эти ребята. Показались как могли. Мне шутка понравилась, когда этот подошел, как его зовут, ну ладно, не имеет значения, и Метису говорит, можно я по контролю чуть-чуть? Он такой, ну ладно, контроль. Метис как раз на базе был, тот чувак по контролю, в этот момент там убили Берксона, он говорит, ну как тебе Маэстрата? Он говорит, да, хороший, мы Берксона убили. Хотя он вообще ничего не сделал. Аликс, кстати, победил это сражение Паука, я так понимаю, с копья начал экспеки. Идет на бэк, Аликс пытается его найти, находит, не дает ему бэкнуться и ловит ненужное копье. Черт, я поймал, ненужное копье, думает Аликс. Здесь же Йолустар на подхвате. Вдруг Аликс решит убить. Аликс Нидали, даже если, не, Аликсу сейчас как раз нельзя пушить, ему надо наоборот постараться, чтобы мопцы фанатиков хоть одного убили до того, как Нидали подойдет. Поэтому надо сейчас сидеть до последнего и ждать перед тем, как наносить удары. Но он должен успевать, и далеко. Эдвард готовится ставить вард. Ставит вард, видит, что они забирают красный баф. Но команда фанатиков испугалась и отступает. А как они хотели забирать этот красный баф и потом еще на линии? Это тоже не Б немножко, они потеряли там очень много хп на это. И самое главное, этот красный баф не дал. И врыв сразу же от Эдварда инста, пока его застанет. Игнает, прожимает от него, игнает Генжо. Ой, Генжо, проблема, он прожимает барьеру. Йолустара сейчас будет спелт, флешится, Эдвард вперед, чтобы прикрыть от кушки Йолустара. Но Йолустар не рассчитал немножко, Эдвард, когда будет кушка у Йолустара, но флешился реально, чтобы прикрыть от этого. Мы проиграли это сражение с гаммитой. И здесь еще ловит ненужную кушку Генжо от Реклеса. Абсолютно ненужного. Генжо надо реколерс, ничего не сделать. Второй левел получил Реклес, второй левел сейчас получит Йолустар. Санит тем временем берет уже баф и берет его уже Элисин. Ну, радует, что ничего пока не теряется по фарму. То есть, я вот смотрю, ни один мобец так и не умер, пока нет генжа. Вот сейчас первый так умрет. И сразу второй. Нет, второго, кстати, не бьют, но тележка другого выбрала. Два мопца он потерял, и все. Похоже, только два мопца петит. Даймонд сразу там выходит, но скорее просто прикрыть от нас кучей. Да, если вдруг Элиза здесь окажется, выходит. Нет, бежит Даймонд. Слушай, а там уже влетел, Эдвард. Йолустара, кушка в Йолустара. Попал. Слушай, он будет его бить до конца. Нет, еще что-то это ходит. Слишком много крипов. И Цанит здесь уже. Главное сейчас не продолжать. Сражение и Даймонд попадает. Да, все это минус Даймонд. Слушай, а Цанит-то мог как бы через Ешку прыгнуть и отфлешиться оттуда. Почему он этого не сделал? Испугался. Чего испугался? Если вдруг его Эдвард залочит. Удаляй, короче. Неохота отдавать до бутылка. Удаляй. Худшая Элиза его. Это было и здесь Шакила, я не знаю. Он мог даже сделать вариант флешнуться через стенку, убить его и потом подпрыгнуть и прыгнуть на мопцов и уйти в бок. У него был любой вариант, как убить. Если только он... Не, Ешка у него была, он же застанил Ешкой. Короче, удаляй. Алексич догнал Пеки под вышку, вполне логично. Ну, воспользовался тем, что Элиза на ботлейн спустилась. Да и вообще Зигуль легко не дали загонять под вышку, пока она еще не шестой левел. Да и даже канал получает шестой. Собирается реколиться, да, запушил последний пак. И реколиться, потому что тележку очень долго будет Экспеки убивать, Алекс, это понимал. Делает рекол, а тем временем Лисин классный мув делает. Поставит агрессивный вард, да. И заберет еще в райтов. Дарьян теперь защищен, его никто не сможет загангать, что там на топе творится. Оба топера бэкались через телепорт и оба телепортировались на таурке. Никто ничего не потерял, насколько я понимаю. Просто немножко Райс проигрывает сейчас по фарму, но у него появилось капли. И теперь можно заниматься этим. Даймон тут как тут. Мы не знаем. Да, он ждет непонятно чего на самом деле. Если только вот сейчас клетку можно кинуть на Суаза. И это флеша, да, сразу. Это ради минус флеша. Я думал, они хотят либо контрганг сделать, либо килл. И помогает Даймонд запушить Дарьяну. Дарьян очень много хп на этом потерял. Это не Йорик, а Йорик сейчас просто все отхилит себе. И переколется. Алик знает зато где Элиза. Это хорошая новость. Что ж, ботлейна. Минус 12 мопцов. Но там по левелу скорее проседание. 4-4 против 4-3. Леона самое интересное проседает по левелу. Ну там еще Элиза поворовала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Цианид заходит в спину Алексу. Кошечка еще не шестая. И Цианид передумывает просто от агрессивного арка и уходит в фарминг. Ждет пока Нидер станет шестой. Но к этому моменту уже Лисин подойдет сюда. Просто уходит. Запутался немного Цианид. Да, вот сейчас решает идти на мид. Здесь Даймонд. Даймонд уже здесь заходит. Он видит ее. И Алекс не туда вообще прыгает. Почему он выбрал эту сторону? Отфлешивается. Как он прикрывает Даймонд и просто уходит. Но сейчас копье летит. В Алекс не долетает. Флешится. Икспеки. Продолжает винаться за Алексом. Даймонд прикрывает от всего. И задоджил Алекс. Почему он побежал в ту сторону, а не в сторону Лис? Арен заблудился немножко. Ой. Его уже побежали толпа народа. Он ставит в арт такой. Он думал, типа, повоевать со всеми. Но лучше бы ты стоял и фармился. Ты же Райзз. Икспеки. 56 на 34 тем временем на бутлейне. И вообще сильный. Ну, то же самое число и на топе, читай. На топе, да. Даймонд. Так. Нехотя берет синий. Он просто боится, что здесь где-то Элис может быть. И хочет точно быть уверенным, что достанется Алексеевичу синий баф. Да, все, достался Алекс. Он потому что там и Нидали может копьем кинуть. И Элис может подойти и сделать смайд. Ну и все, Алекс подходит. Сейчас будет дальше запушивать линию. И надо будет Даймонду обитать постоянно здесь. Прикрывать Алекса от разных Элис гангах. Но тем временем бутлейн уничтожен. Просто уничтожен. Правда, здесь будет скоро шестой левел, и можно будет делать улыны. Ну, улыны опять же, там, щиток морганы. Ну, улыны можно в разных героях делать, понимаешь? Прыгнуть в одного, а кинуть улыны в другую. Тут как среагирует я остро. Сианет синий дает экспек. Экспек с первого раза перепрыгивает. Довольно легкие кусты. Молодец, знает, как это делается. Даймонд берет все красные. Шестой левел у него есть. Дарьян через телепорт вернулся на линию. Нет телепорта у него. Юрик об этом знает наверняка? Да, ну, с вами ничего не может Дарьян сделать. Просто он бросает своих гулей. Юрик и весь Амейч отхилил. Сианет здесь понимает, что Лисин попытается сейчас сделать на шестом левеле Эдварда ол-инщик. Ну, у Эдварда нет еще шестого. По ворду гуляет Лисин. Очень агрессивно веду себя фанатики. Пытается забайтить. Да, забайтили напряжён. Слышится в Эдвард. В Рекласе увидели Эли, сразу отходит. Инста. Молодец, Сианет. Ждал этого. Да, ну, тут специально. Ну, ты Эдвард молодец. А если бы не было Сианина, они все забрали Рекласу. И Алекс. А, убежит ультить, отпушить это все. Помог команде, шестой левел получил Эдвард. За ним уже Пеки ждет его здесь в кустах. Копье не попадает. Дарьяна вообще проблемы большие. Но сейчас СО закончилась мана, можно быстро запушить. Он не Бекался, я даже боюсь представить, с чем он вернется. Он уже может почти с Мономоном вернуться такими темпами. Просто очень много фарма. Дарьян пытается не дать ему Бекнуться. А если Бекается, то пусть очень далеко. На Рейка пошли фанатики. Ну да, они знают, что у них преимущество по линиям. И есть телепорт с Оаза, который сейчас Бекается. И может всегда телепортнуться вниз. Гамбиты отдадут этого Дракона. Просто смайтил самое интересное Сианет. Он не пытался сделать куст майт. Не, он мага реза себе купил. Это спереди Саш будет. Ну, я про Йорика. Ну, это понятно. Просто это переживать. Алекс, так интересно, ждал копья от Икспеки, что Икспеки сам так и не решился его кинуть и наполучал гораздо больше от Алексича. Потому что Алексич начал все ближе и ближе подходить к нему. И копье вроде... Ай, уже нельзя кидать. Слишком близко вроде подошел. Ай, Аликс, не заластритель, как Макса. Где же где-то вообще гуляет? Непонятно вообще куда. Три на 87 по фарму, конечно, только совсем все плохо. Только Алекс держит марку. У Эдвард 11 лицов. Суаза начинает бить. И Даймонд приходит. Ну, ХЗ. Пихнет ногой? Нет, даже не пихнул ногой. Сейчас пихает ногой. Здесь уже Цианид подходит. Суаза убьют. Ли должны убивать. Да, надо валить. Гамбиты понимают, что надо валить отсюда. Потому что убив Суаза, они получат еще одного Суаза. И умрут вдвоем просто от этого. Потому что Цианид здесь решает оставить его с таким количеством хп. Ай, просмотри, Саус уже просто почти все открыли. Ну, не все, но достаточно много. Достаточно. Да, ему доловит кукуном, врывается у него. Слушай, они будут чейзить дальше, наверное, да? Нет? Дарьян сейчас такой, вот видишь, надо было Игнать мне брать. На самом деле, все верно. Он делал, что Игнать не брал, потому что он бы совсем проиграл эту линию. Саус уже два раза телепортировался, что, в общем-то, и делал Дарья. Так что, нормально с ним. Резундует, чтобы все это отпушить. О, молодец. Дарьян дает в него, он вернулся. Получали пару выпрелов от вышки. Дарьян надо бэкаться, с телепорта опять обратно возвращаться. Он хочет еще одну линию запустить. Бутлэй не совсем проблемы. Воин Юрику не дал бэкнуться там. Не, не, все нормально, просто не дал Юрику бэкнуться. Минус 40 фарма. Олексич старается изо всех сил. Хочет он уже заулынить. А здесь уже падает вышка. И Эдварда ловит прям под падающую вышку. Он врывается в Реклиса. О, сделала. Молодец. И это было сделано даже без присутствия Даймонда. Но то, что он пришел, это дало еще килл второй Генжи. Ну, второй килл на этой линии, но Генжи всего лишь первый. Урыв у Алекса. Угорачивай. О, хороший, хороший. Это неправильно сделал, что сделал флэш Е. Потому что от простой Е можно было увернуться здесь. Но Алекса, оказывается, уже держал руку на флэше и уходил от этого. В ответ башню заберут, кстати, гамбиты тут. Молодцы. Уграли эту вышку, упавшую, двумя киллами. Правда, Альфа Бену. В итоге, все не так плохо и вернулось. Но на этого не мог потерять синий баф. Ну, Эдвард уже здесь. Он бежит, он знал, что будет происходить. Да, все, он ставит в арт, видит происходящее. Дарин телепортировался. Дарин просто, ну, там. Они оба так играют. Ходня, СОС пешком приходил, у них телепорт еще не в кулдауне. За Дрейк еще далековато. Сбирают Алексу синий. Смайтер побыстрее. Все, Алексу синим. Теперь Сич Тениси. Ой. Как тут. Йелло Стар внезапно нарисовался. Оу. Не дают они вернуться Алекса на линию, но все. Всего не получилось. Они пуши, фанатики. Алекса ловят, но копья нету. Упейки, что ли. Да у него эманы нет, чтобы копья кидать. Жаль, что потерял много хп, а Эдвард решает обойти. Синий. Но нет, Йелло Стар пошел в другую сторону совсем. И Фрюф не ожидается. Все, все нормально. Полторы... Нет, ну 1300 проигрывают Гамбит. Деньги сложены, в общем-то, на Декерри. Но так как его смогли убить и подарили килл один генжи, но не так все страшно. Да, как раз вот этот вот Дрейк проигранный. Ну, еще чуть-чуть фарм. Кстати, следующий Дрейк через полторы минуты Эдвард тут нашел пинквард, выбивает его потихонечку. Йелло Стар полажает зарабатывать деньги. Синего голдера. Откатился. О, есть! Вау, они бы сейчас убили Алекса, если бы попали спелами. Да, тяжело, конечно, если ты отходишь с линии, но Экспек еще одно копье попало. Генжи уже здесь, но у него нет ничего, кроме кушки. Этого маловато будет, чтобы откушивать. Алекса ультует, чтобы откушать. Хочет очень забрать эту вышку фанатики, даже танчит ее, потому что, понимаешь, что этот Алекса это будет уже не сделать практически, да, и выбирает его. Ну, был бы Даймонд поближе, можно было бы даже заулынить у них. Если они еще один грейс, то вау. Ой, здесь Дарьян отдает сосу. Сейчас подойдет, кстати, Элиза и задает. Ну, там Даймонд следует бежит. Прочитал это, Даймонд увидел, что проблема у нашего топера, и сразу шел туда на помощь. Не повезло, что это не прочитал Дарьян, и можно было здесь интересно так забайтить. Ну, хотя рискованно, потому что две жизни с УАЗ дает, сами понимаете. Да, и там Дарьян было бы тяжело выжить. 10 секунд до Дрейка. Дарьян все еще нет телепорта, и он пешком туда смещается, но фанатики уже готовы брать. Такими темпами не успеет. Ну, Алекса Мид за это сломает. Нет, он не успеет сломать Мид. Второй Дрейк для фанатиков. Хорошо контроль тенью Дрейка. И заберут ли вышку? Нет, не заберут вышку, пора уже отходить. Даймонд здесь заходит, он не может отбежать от СВАЗа, потому что слишком много замедлений. Щиток был потрачен, можно было сейчас сделать улынчик, если бы команда была немножко получше. Ну, в смысле, стояла получше. Тонировали не очень хорошо, и здесь сейчас попадает копиями. Хотя мог бы там неплохо попасть в кого-нибудь. И никто не может вернуться на линию, помочь там один Йорик. Всех удерживает, Ведвард летает. И улетит, но сразу же щиток прожали на Рэклис. Вообще разные цели бьют, но есть Дарин для этого всего. Он может финишить. И там Сионит запрыгивает слишком глубоко, умирает, но копье попадает в Эдварда. Выбивает варды пинком. Зря в Рэкласс. То есть он влетел в Рэкласса не зря, но ульту он кинул не туда. Очевидно было, что ульта будет... Ооо, этот Генжи со своей скоростью. Генжи спит. Так вот, когда он притянулся к Рэклассу, было очевидно, что полетит щиток от Морганы именно в него. И надо было сразу ульту кидать в ту троицу, которая Рэкласс ценит с ОАС. Ой, не Рэкласс, а Экспеки ценит с ОАС. Если бы он в них кинул, я думаю, гамбиты могли бы тут их даже и эйсануть. Генжи, конечно, совсем ужасно попросил по фармам. 60-70 даже. Нету АД демеджа у команды сейчас никакого. Генжи не знает, что купить, чтобы хоть как-то пройти эту стадию. Но у него нет другого билда, все равно надо БТ делать и статик. За три тысячи как раз о чем я говорил, то что если гамбиты проигрывают лейн фазу, то дальше... О, я сейчас Дарья на заберу, я уверен, что он туда пойдет фейсчекать в кусты. Он готов для фейсчек. Он не, он просто хочет получить экспу. И идет ли туда? Ну, тележка, видится. Тележка сейчас его забайтит. Смотри, смотри, там тележка умирает, и он пойдет ее бить. И как он попадает все-таки на последний вздыхание? Тележка, я же тебе говорил. Тележка, но здесь... Даймонд пихает, это минус Сеанида. Фу, да, Сеанида они не убивают все равно. Он подпрыгивает и уходит. Тележка, ребят. Одна тележка 40 голды стоила. Стоила ему жизни сейчас. Гамбиты даже не успевают сюда все переместиться. Гораздо быстрее здесь команда фанатиков оказывается. Алекс еще раз сольтует. Третий раз он улетит. Да, но синий баф он потеряет. Просто Пеки просто в наглую заходит, забирает синий баф. Ну, когда ваш райс не побеждает линию, почему не воспользоваться этим? Когда ботлейн уже сломан, почему бы не воспользоваться этим? Тут слишком много проблем у Гамбитов. А это все про аутплей, про который мы говорили. И это произошло на банных пиках, ребят. Именно там это произошло. Последний пик оставался за фанатиками. Когда они узнали, какой топпер будет у нас, они пикнули Йорика. И когда наши пикнули Леону, чтобы убивать Нидали, сразу получили контр-пик Моргану. Что против этого делать? Свопы. Они не отменены в этой игре. Пожалуйста. Можно вообще против Нидали дабл лейн отправить. Зигса одного в дабл тоже. Ну, в общем, варианты были. Но наши решили по стандарту сыграть. И получали контр-пики. Кто бы там ни говорил, скелец не скелец. Скелец не нужен, когда у вас есть контр-пик. Достаточно играть на том же уровне игрока, против которого вы стоите, вы выиграете эту линию. Ничего Райс сделать не может. Вообще ничего. Смотрите. Он уже потерял хп, а с вас только пришел. Большой выничек проводит, но просто ничего не наносит. Сам уже потерял почти все хп. Да, и все. Да, просто гули запинули. И Рекрис уже здесь подходит. Ну, это кел. Лиционин готов. Да, и Дарьян это увидела. Отступает. Рекрис по ворду прошел. Если Рекрис не подошел, они бы убили сейчас еще раз Дарьяна. Даймонд подошел помочь. Эдвард тоже здесь. Но какой толк? Ой, есть Алекса. Ловер. Йо. Байдинг. Отфлешивается, да. Там попадал бандинг. И Yellow Star бы мог тогда подойти кинуть еще Ignite. И Алексич правильно сделал, что отфлешился. Минус 5000. О, помнил. Это ГГ. Гамбиты не могут объединиться ни на один teamfight. Единственный шанс сейчас через за одну минуту сделать файт на ООО. О, еще и Кукуно попадает. Не будет файтов никаких, ребят. Все понятно. Что я хотел сказать. Единственный был шанс провести файт на Драконе, но с таким Райзом это не проводится. Райз у нас еще в Пенетрус собирается. Он совсем не видит игру, видимо. Там и Даркбайндинг, и копья Нидали, и тот же самый стан от Элизы. Против всего этого мерки отличный выбор. Он по стандартному билду идет. Как Войдл когда-то против Нидали собрал. Нидали 90% винрейт, кстати говоря, будет после этой игры. 90% винрейт на ЛКС. Сейчас Черного Дрейка заберут. Ничего не могут сделать ЛКС команды против Нидали. Бывает игры, где Нидали не особо прокает, например, как это. Мне кажется, здесь любой абсолютно мог быть мидер, Пауквич и GC мог стоять. Видишь, как мы учились играть против Гамбита, просто Банниш Даймонда остается. Вот остался Лесин, и очевидно, что Гамбит заберут Лесину. А их смехи просто. Я возьму себе Нидали. Я хотел ее играть. Ой, здесь... Не знаю даже. Да, это проблема очень маленького пула героя. И здесь Элипорт, и это минус Генжи. Не, он 0-турт, и убегает, кстати. Да, убегает, Иди, Даймон, Доджик, Вайден. Биллстар, флэш-аут. Бьют Соза. Ну, слушай, как можно как-то еще разрулить? А может разрулить минус Соз. Отлично, сейчас Соз переродится, пора уже отбегать оттуда. Дарин получил копье. Будут чейзить. Нидали, флэшится минус Генжи. И копье минус Алексич, но Эдвард прикрывает от этого копья. Продолжает погоню. Кспек еще на копье кинет Эдвард. Ну, там сложно было задолжить вот это копье. А Генжи не смог убежать. У него и флэш, и барьер был странный, кстати. Смотрим телепорт, да. Генжи поймали out position. Но под своей ультой Северка убежала. Здесь очень интересно. Йеллостар не попал ни одним спеллом, кроме ульты. И ульты он кинул только в Даймонда. Которого, кстати, Игнайт кинул. Сонсо минус Сонсо. Причем от флэши, кривы. Ну, то, что кривы. Не, вот смотрите, у Кенжи есть флэш. Хотя хрен его знает, по-моему, не убегал все равно. Ну, Эдвард молодец. Он там Алекса прикрыл от явного копья, которое уже летело в него и убило бы. Эдвард прикрыл от этого копья. Ну, что там? Когда появится, конечно, демочурайзер, что-то там прохладное может начаться. Но до этого момента еще 20 минут играет где-то. Потихоньку, чуть-чуть, но уже 7000 приемных в сезоне. Я не знаю, как он может камбэк от СССР. Потому что против как раз вот этого, вот этой мидели, отдать столько, истой флэш. Он виртуаза начинает бить, кидает ногой. Сос сейчас должен будет ультануть на себя. Просто пешком может убежать. Или есть сейчас. Еще одна клетка, да, начинает избивать. Он ультует на себя, убивает его и надо ретироваться. Потому что этот парень сейчас всех убьет. Нет, этот парень просто пальмил к лицу. Ну и правильно. Слушайте, убили. Утю-тю, убили. Правда, на этом они потеряли полный контроль над своим красным лесом. Вообще там нет никакого варда теперь у них. И Эдвард говорит всей команде, не ходите туда, братиши. Куча голды сейчас пришло там в моргане. Фанатики просто попадают практически всем. Ну, не считая того момента с байдингами. Они отличные кокуны бросают. Белл Стар тоже в нужное время всегда попадает. Ну, почти всегда, кроме того момента еще раз. Да там такой момент тоже был. Не обязательно. Но если гамбиты сейчас отобьются, мы сломаем, скорее всего, сразу две таурки на миде, зачистим полностью свой лес. Много денег потеряют на этом фанатике. У них есть Зигз, который может держать оборону. Да, но чтобы держать оборону, надо бежен иметь. Да, но у фанатиков есть Нидали, которая может своим одним копьем просто всю эту оборону разломать. И она из темноты их кидает, об этом и речь. Бэкаются фанатики. Они сейчас, кстати, потеряют три пинг-варда на этом. Йелло Стар, Цианид и, по-моему, там Нидали стояла пинг. Они такие недовольны сейчас этим бэком. Суаз пошел на топ тем временем. Он телепорт тратил, Дарья на нет телепорта. Он тоже в ту сторону должен быть сейчас сместиться. Проигрывает он только 20 фарма, когда Генжи уже сотню. Генжи попросил Мид хоть чуть-чуть пофармить. Можно, пацаны? Да, вот здесь ракерис такой. Сотни так и останется. Да, Ренжи Сультанец всех убьет. И еще пак-мапсов хочет забрать. Ура, он получше не берет. Минуту до следующего Дрейка фанатиков. Это реально будет. Они уже могут брать на шор, они подготавливаются к этому. Генжи внизу на ФК фарме стоит ласт хитит. Надеются Гамбиты, что будут забирать именно дракона фанатика. Но если они сейчас начнут, Гамбиты никак не успеют. Да, Цианид готовься, они начинают. Никак не успевают Гамбиты туда. Да, Даймед единственный, кто идет, но против бандинга и Йорика до туда даже не дойти. И отдают Гамбиты на Шора. Просто отдают все в этой игре. Все отдают, чтобы Райз мог вернуться в игру. Ну, то есть не вернуться в игру, а стать именно тем. На кого они сделали ставку, ведь они сделали ставку на Райза. Уже 9000. Генжи тоже копьет. Хороший. Ешку поражал. Да, тут попсов, конечно, немного. Ничего еще нету. Генжи, тем временем. А Северка там в том режиме, наверное, тоже ОП. Во-первых, она кидает эти постоянно, и Ешка вечный спел шилд. Еще с осады начнутся. 8000 отставания перед осадами. Даже 9000 будет после вот этого. И Дрейка забирает. Нет, даже 10 тысяч будет. Еще дракон уже будет полную стоимость стоить. Это 1500 почти, смотрите. 1200 сразу. 10 тысяч сразу же. Четыре дракона, один барон, четыре вышки против одной. И Райза против Йорика. И Леона против Моргана. Хотите брать Леону, баньте Моргану. Либо явить саппорта, мы столько возьмут оппонента. Тоже верно. Да, я вот выбежал, поставил Тауэр. Я Луфстар, по-моему, смотрел, наверное, в другую сторону, как Пеки бросает копья. Ему было интересно. Осада башни. Здесь фулл хп у Таурки, но мне не нравится, что там один ХПК 4 держит под башней. Они отдают эту башню, попытались убить ХПК, но Клинс спас его. Ульта Леона, я не знаю, попала ли я, не попала, но Клинс был нажат. Нет ульты у Леоны, быстренько отпушивают эту пачку мопцов. Но потеряли одну треть башни уже. Да, не вижу. Половину уже Таурки потеряли. Так ему надо две, понимаешь, там Нидали одну Таурку пушит, а эти вторую. Если бы ему надо было только одну башню защищать, он бы легко справлялся. Вот сейчас он переключился до сюда, они даже до башни не дошли, видишь? А, ну там Генжи сейчас стоит. Криптов еще не было. Вот только сейчас криптов дают, мы посмотрим, дают ли они до башни. Нет, ну там соус уже просто в наглую танчат, вышка. Ну вот они не дошли до башни. А ты говоришь, ну ладно, двое дошли. А, ну потому что Алекс решил... Да, я пошел в ОВН и... Не знаю, это просто так. Это просто так. Это мерки, как бы мы не собираем, мы собираем ботинки на Пенетру и воюем. Получил стан от Нидали, ой, стан от Нидали, стан от Элис, получил даркбайндинг, до свидания. Ну, меню с Эдвард. Все три секунды просидел Эдвард, я уверен, у Эдварда тоже Ром, ищи ботинки. Игнайт ему кинули. Сытался сделать хоть что-то. Ну, походу, Гамбит, походу, уже они будут играть в плей-оффе не с полуфиналов. Да, да, это точно. И им надо что-то делать. Потому что не первый раз такое с ними происходит. И сегодня с ними Рокаты могли сделать то же самое, если бы Рокаты забанили Казикса. Я уверен, было бы, что они победили Барракаты. Потому что именно Казикс выиграл как чемпион. Даймонда очень слабый пул героев получается сейчас. У него три героя, а из них он только за два играть умеет. Причем банит этих двух героев и все. Да, за Лисину ударил. Я не говорю, что за Лисину он играть не умеет. Ребят, тут просто контракт к Лисину взята и все, удачи. Лисин проигрывает Элису. Вчистую вообще ничего Лисин сделать не может. Дело в том, что Линии очень ужасно все это проиграли. И даже здесь Винни Даймонда нет вообще. Он старался, он что-то делал, приходил. Но тоже там на первом левеле подрались неудачно. Вот Лейн, это очень далеко их откинуло назад. Уже на 120 крипов уже откинуло. Не, но я как раз и веду к тому, что Элис сейчас, ну даже если бы отнять у нее то, что там по деньгам они лидируют, Элис даже все равно полезнее сейчас бы была. А ты, кстати, про, посмотри на этот билд его. Это ты говорил вчера, да? Про билд Даймона. Да, одинаковый билд на всех чемпионах. Просто на всех. Я теперь понимаю, почему он на Элис не играет. На Элис не прокает Лизард с хекс-дринкером. Серьезно, просто на всех чемпионах один и тот же билд. Слушай, Эйдвард там убийца просто. Ой, Эйдвард, я Генди, извините, я договорился. Дать ему так минут пять пострелять. Там выходит Даймон в Рекласу с ноги. Кидает пушку, кстати, в него. Я хотел финишить его, но не получилось. Даймон сражается один на один с Суанидом. Проигрывает ему. А Суас один с пятию сражается тем временем. Сос, кстати, так и выжил. Почему нет Игнайт, команда? Я сказал тебе, что я должен взять Игнайт. Изучая английский, сказал Дарьян. Генди прожимает барьер от копья, который не долетел. Да, там, мобец его прикрыл. Даже не мобец, но сам отбежал. Он не верил в то, что отбежит копье и... Нет. За Джукову, Даймонд. Еще одна копье, Экспекера. Не сайт очень много. Пошли бот-лейн пушить. Последний, Саша, открытый ингибидер. Почему они успешно его уберут? А нет, Бэтмикс. Наплыв Йориков будет. А мне интересно, кстати, насчет Йорика против Хейминдонгера. Как тебе вариант? Хейминдонгер все равно будет запушивать. Ты будешь запушивать парня, у которого эти штуки. Он будет их на тебя посылать и все? А пушки будут их расстреливать. Так сначала на пушки посылаешь, а потом на него и... Как ты думаешь, нормально, нет? Ну, Юрик не проиграет Хейминдонгере, я так скажу. Вот, потому что все остальные не проигрывают. Юрик это вообще такой, знаешь, университет. Универсальный, я так сказал. Ну, достаточно сложно проиграть линию. Если тебя вначале не поубивали, то потом... Ну, это как Владимир, который вначале может умереть. Потом достаточно сложно. Ходит Йорик по карте. Посмотрите на его количество ХП. Там порядка 4000 сейчас, а у него еще один айтем есть в запасе. А из демиджа он собрал только один Мономон. Бэм, бэм. Гамбиты пытаются... У них ингибитеры восстановились, они пытаются провести битву на Нашере. И до него бы дойти еще для начала. Даже если Нашер будет бить фанатиков, то все равно Гамбит проиграет от сражений. Даймонд вообще где-то очень далеко от зоны. Ульта и Леона стилит на Шора. И Эдор пошел суисайдиться. Но ему ничего не оставалось. Теперь надо убежать. Не, ну флеш есть из УАЗа. Ультанула Северка и Даймонд перепрыгнет. Аликс, успевай! Аликс, тролло-лоу, успел. Непонятно, что произошло. Как он здесь оказался? Ну, Даймонд уже не уходит, просто тянет время. Да у него есть варды вообще-то. Он может так сделать, сейчас прыгнуть на вард? Или он весь сайс-сайс-самоностратил? А нет, впереди еще вард есть. Впереди вард сейф. Прыгай на него, братиш. Прыгает, но там... Тут еще один вард, наверное. Спереди враги. Ой, а вайта-то неет. Ну, кстати, пока... А, Сос забил. Да. Даймонд такой, ну и как хочешь. Тролло-ло, я убежал от тебя. Камбэк, камбэк. Ну, на Шора хотя бы взяли. Камбэк, конечно, камбэк, наверное, сложно. Даже с учетом этого пафа на Шора, он все равно далеко позади. Даймонд все ищет место, где можно нажать рекол, потому что... Его увидели даже сейчас, потому что было видно, как он убивает мопцов, но Элиас была настолько лень туда идти, и она его решила оставить. А может быть, он уже на базе был. Ну, там была комба ульта. Зигса ульта плюс Леона ульта. Ой, здесь удары нарываются в пеке. Ну, кстати, он мог его убить, но... И не зассал вообще. Вообще-то да, просто зассал. Ну, ему прокликали 3 или 4 раза, что в трайбушке кто-то может быть, что там еще кто-то может быть. Может, оно и правильно, что не стоит рисковать здесь. Потому что мы только-только добрались почти до войдстафа Райза. Вот он, войдстаф, ребят. Следующий айтем будет, наверное, либо банши, либо бусал. И тут-то, конечно, дэмэдж появляется у Райза. Еще 10 минут. Помните, время мы вам говорили? 45 минут. Тогда мы в 25 это сказали. 37 минут. Даже 8 минут осталось с Гамбитом продержаться. И отставание в 10 тысяч вообще будет ничего не значить. Ну, сейчас 15 тысяч. В 15, конечно, будет значить. Да, в 15 будет значить и дальше. Там Маргана, Локет собирает, Даймонд прыгает, скачет. Надо возвращаться на базу у Дарья. Там у Генжи еще вообще ничего нет. Его еще ловят. Я устар. Сбегает в другую сторону. Там Алекс поймал очень ненужное копье. Он должен был сказать, что он копье поймал. Почему они чейзят дальше-то? А, Алекс, ты не нужный копье. А, Алекс, тут по пятерым. А, он не хватает дэмэджа, но там... А, не перепрыгнула. Эта штука перепрыгнула по нескольку раз по ним. Я не знаю, что это за спел у него там, а... Это W вроде бенежка. Нет, W это... Она прыгает по оппонентам и снижает еще МРС. Да, и как раз за то, что они были все вместе, Гамбиты умудрились убить Yellowstar. И, кстати, без Моргана они, конечно, не пойдут дальше. Фанатики будут дожидаться. На варде сидит. X-Peki сидит на варде. Но... Нет, не рискует. Гамбиты думают, это вообще байт какой-то дешевый. Ну, скорее, Peki не рискует. За Peki они были на личный как. Только есть в Slashadar. Да, Алекса супер мопцы дошли в двойном количестве. И Алекс с ними справляется. Денжик глубоко заходит. Нагреет немножечко. А фанатики пошли ломать ингибитор последний. Живой открытый ингибитор. Кликают они где? Олексич? Или нет, не Олексич, там Дарьян. Бекается. Даймонд будет снова со спины заходить. Правда, он по варду сейчас пройдет. Да, они его увидели. Сразу Йорик пошел в ту сторону. И Даймонд тут вардец выбил. Но убежит ли он теперь сам? У него есть прыжки, у него есть варды. Бегает спокойно. Но он попытается снова зайти со спины, пихнуть Реклесс, принять на себя кого-то одного. Потому что все, что он может делать в этой игре, это принимать урон одного игрока на себя. И если он будет забирать на себя любую цель, кроме Йеллоу Стара, то можно тут подумать даже о... Чем там вар такой неочевидный стоит, на котором Даймонд уже палится который раз внутри. А, и убивают они ингибитор все же. Или нет, не добрались. Еще Даймонд уже здесь. Он ставит вар, чтобы видеть, как за них можно зайти. Там Нидали полкает, полкает, хоть синего бафа. Ни, кстати, у мана кончилась у Нидали. Продержались гейбитеры. Ингибитор переспавнился. Но его защищать не могут. Да, нельзя отсюда отходить. Эдвард выдумывает. Хорошую ешку, вцепляется. Флэшится, станет экспеки, кидает... Ааа, его убивает на этом. И теряем ингибитора. Команда не может зачейзить. Цианида убивают. Цианида. Подожди, еще можно, можно, можно. Даймонд убегает. Главное, сейчас просто не умирать больше никому. Там еще ингибитор падает на топе. Все, два ингибитора. Два ингибитора. И к следующему Нашору Гамбиты никак не смогут оправиться. И они будут без двух ингибиторов и с фанатиками под Нашором сражаться. Если только Даймонд не сделает мега стил. Но если он сделает мега стил, скорее всего, он там же и умрет. Драконы еще одного, там какого-то девятого. Кстати, только шестого. Такое впечатление, что фанатики в какой-то момент перестали брать драконов, потому что, помнишь, было пятое из пяти. И это было где-то на двадцать седьмой минуте. И они вроде тут этот дракон пролежал очень долго. Потому что можно башню забрать. Даймонд говорит, я могу потанчить, пацаны. И Алекс Личбейна или что это у него? Нет, он просто... Просто много АП. Он много АП ударил и плюс пассивка. Да, Билл и Гамбиты. Ну что, нормально, Тауруку взяли. Бэк, вторая талка наша. Ворт это. Алекс Синий себя берет. И Эдварду не хватило танковости в тот момент, когда он влетел. Всего один килл сделал в этой игре. Помните, я вам говорил. Осталась еще одна игра у Гамбитов. И Эдварду, чтобы переплюнуть свой собственный рекорд прошлого сезона, надо сделать в той игре четыре килла. Он сейчас отстает на три, чтобы переплюнуть четыре. Чтобы повторить три, Дарьян вынудил Шурелю прожать, кстати говоря. Просто бежал под хомгардами и напугал всех. Такой страшный Дарьян. Сейчас очень сложно. Надо все равно влетать сейчас любой ценой. Как-то надо влетать. Надо Эдварду попытаться ультануть. На пофиг в троих. Попадет, не попадет. Клинзе еще не откатился. Лучше, наверное, в экспеке попытаться это сделать. Генджи отошел. Здесь Копье поевал. Ульта попадает, кстати, в реклоса. Ульта Лексиса. И минус один игрок. Продолжаем. Можно чуть-чуть отступить. Или остаться. Дайвуд слишком глубоко заходит. Шантал делает на реклес. Сандарин подходит цепляет Сонида и не убивает, не убивает. Генджи глубоко заходит. Нет, все. Это того не стоило, ребят. Это была ошибка. Нет, подожди. Даймонд не совершил здесь ошибку. Здесь ошибку совершили два вот этих парня. Ошибку Дарьян и Генджи совершили. Генджи, да. Он все сделал правильно. флешнулся и убил реклеса. Он сделал все верно. Он знал, что убьет его. оказался слишком далеко, по-моему, подозрение. Там был перелет небольшой. Молодцы, фанатии. Гамбиты не молодцы. Не молодцы, гамбиты. Алекс вообще ушел из того файта, потому что он понимал, что Nexus сейчас будет пушить сразу два пака больших мопцов. слили начало, не пойми на чем слили начало. Не, как понятно на чем. На моргане. На моргане, да. На пиках свои. На Йорике. Ну, на Йорике не так много слили. Больше всего было слили на Баклэйне. Самой самой Москве. Генжи, у него не было ничего. Он не мог пробивать и было. Только за счет своей ульты он был полезен. Ладно. Отшел этот, спать уже. Да, давай. Все, ребят, на сегодня фига нет, нельзя не убить. Зря взял ТП, да. Все, всем пока. Маня. Прощается и не уходит. Ну, камбэк мог организоваться. Чуть-чуть получше надо было, конечно, последний файт провести. Мы сегодня очень много играли новый мод. кампфлайв измей, так что извините. На сегодня уже все. 15 тысяч отставания, когда нужно рисковать, как только не сейчас. Не знаю. Ладно, ребят, все, всем пока.